На слайде вы можете увидеть наконечники стрел, бусину, кресало и керамику с завального участка. Особое внимание стоит уделить шестерне натяжного механизма арбалета 15 века с завального участка посада городища. Данная находка в 1996 году была сделана впервые в Тульском регионе. Шестерня в 15 веке рентовой механизм арбалета усовершенствовали, придумав зубчатую рейку. Шестерня, вращаемая небольшим воротом, едет по зубцам рейки, натягивая тетиву. Шестерня сделана из тонкого железного листа круглой формы, по краю которой сохранились зубчики. Близкая по типу находка позже была сделана на поселении Упатриа. Об этом мы позже поговорим, когда к ним вернемся. На данном слайде вы можете увидеть находки и керамику зареческого участка посада городища разного времени. Дерхем 1346 года, нательный крест 15 века и монету-полушку 16 века. Внизу керамика 14-15 веков. Эти материалы свидетельствуют о разновременности существования посадов городища. На данной карте видны посады городища и обозначены могильники, то есть кладбище городища Торохова. По мнению Олега Неизбеговича Заидова, наличие несколько близко расположенных могильников на поселении, примыкающем к посаду, является важнейшим признаком развитого Слободского посада и всего комплекса как древнерусского города. В 1992-1993 годах были проведены работы по поиску грунтовых могильников и в результате было выявлено местонахождение трех некрополей, которые вы видите на карте, на двух из которых были проведены раскопочные работы. На данной карте вы видите результаты работ Заидова, большое захоронение, которое было выявлено в 1993 году и фотографию самого могильника. Первый могильник обнаружен на завальном участке в 120 метрах к северу от вала в городище на участке скопления известняковых камней на высоком креном берегу реки Синит-Улица в 35 метрах над урезом воды. В непосредственной близости от могильника выделяется скопление крупных известняковых плит. Второй могильник обнаружен на Зареченском участке на пологом склоне правого берега реки Синит-Улица в 500 метрах к западу от Старотулицкого городища на площадке, окруженной посадом на слабо выраженном схолмлении. Могильник одновременно окружающему его посаду. В центре могильника находится груда известняковых блоков под квадратной и под прямоугольной формы. В раскопе площадью 100 квадратных метров расчищено 46 погребений, находящихся, как правило, в ямах под прямоугольной форме на глубиной примерно 90 сантиметров от современной дневной поверхности. Различные конструкции гробовин, могильных ям, наличие обожженных камней и угольков при погребениях могут указывать на следы разноэтничности населения посада Старотулицкого городища. Впервые на могильниках XIV-XV века были встречены каменные надгробия. Груды белокаменных плит на обоих исследованных некрополях, скорее всего, являются остатками храмов с белокаменными цоколями. Таким образом, вышеперечисленные характеристики позволяют говорить о Тороховском археологическом комплексе как о полноценном городе, являвшемся центром Тульского региона с XIV до начала XVI века. Городище у деревни Торохова по всем признакам является древней Тулой, которая была перенесена на новое нынешнее месторасположение из-за необходимости постройки каменной крепости на Упе. Есть все основания предположить, что строительство города в начале XVI века на новом месте обусловлено политическими и военными соображениями Великого княжества Московского, начавшего активное освоение южных земель. Город Тула нужен был Москве как мощнейший военный форпост, выдвинутый далеко на юг. Месторасположение было выбрано с тем прицелом, чтобы не только оградить выпады кримских татарских хорд с южного направления, но и продвинуть границу Московского государства дальше на юг со старой границы по Оке на новую границу за Упу, но и создать мощный плацдарм против Литвы и Рязани. Это находится подтверждение в том факте, что завершив строительство Тульского Кремля в 1521 году Москва наносит сокрушительный удар по Рязани, после чего Рязанское княжество было присоединено к Московскому государству. В связи с перечисленными причинами, выбор места построения города-крепости на левом южном берегу реки Упы становится вполне логичным. Месторасположение укреплений в пойме реки не является странным, если учесть, что фортификация XVI века была рассчитана на огневой бой. Заселение территории Тульского региона происходит не только в пределах Туровского археологического комплекса. В бассейне реки Тулица возникает более 60 поселений со слоями синхронными Туровскому археологическому комплексу. Сопредельные территории также активно осваиваются. На данный момент в Тульской археологической экспедиции хорошо исследованы поселения УПА-3А и УПА-4, располагавшиеся на левом берегу реки УПА, на территории нынешнего района Левобережный. На данной карте вы видите расположение памятников УПА-3А и УПА-4. Они располагаются всего лишь в трех километрах от Кремля. Памятник УПА-4 был выявлен в 1987 году разведкой Клянина. В 1991 году памятник обследовался отрядом Тульской археологической экспедиции под руководством Владимира Петровича Гриценко. В 1992 году был заложен раскоп площадью 392 квадратных метра. В 2013 году состояние границы памятника были уточнены Алексеем Михайловичем Воронцовым. В 2014 году Евгений Васильевичем Толеровым на поселение УПА-4 были заложены два раскопа общей площадью 1152 квадратных метра. Слева вы видите план поселения УПА-3А, справа план поселения УПА-4. Полученные материалы позволили выделить несколько этапов в истории существования поселения, от Каменного века до Средневековья. Но наиболее ярко представлены материалы конца XIV-XV веков. География расположения поселений памятников УПА-3А и УПА-4 с точки зрения их компактного размещения по берегу реки УПА-4 близкого, а порой идентичного вещевого и керамического комплексов, позволяет нам сделать вывод о том, что эти поселения представляют единый археологический комплекс. На основании датировок поселений по вещевым находкам и керамического комплекса УПА-4 это конец XIV-XV век, УПА-3А 15-й и начало XVI века. Можно предположить, что поселение УПА-3А является более поздней частью поселенческого комплекса. На данном слайде вы видите находку гончарного комплекса на поселение УПА-4. Слева фотографии Горнов-1,2 после выборки справа план Горнов. Поселение УПА-3А имеет менее плотную застройку, чем УПА-4. Наизученные раскопками части поселения обнаружено 7 котлованов от построек, датированных по керамическому и пищевому комплексу XV-XV-XV веков. Население УПА-4А зафиксировано 20 котлованов построек, датированных концом XIV-XV веками. Такое количество сооружений и плотная застройка не характерны для сельских поселений XIV-XV веков. Факт обнаружения Горнов свидетельствует о том, что до времени строительства каменного Тульского Кремля в первой четверти XVI века на ближайшей к нему территории существовало поселение с развитым керамическим производством. Поэтому истоки тульской гончарной традиции XVI века следует искать не только в образцах московской белогриненной керамики или керамики коломенского типа, а, возможно, в местном керамическом материале, ярко представленном находками из горнов и построек на поселении УПА-4. Ряд находок вещевого комплекса, обнаруженного в результате работ на поселениях УПА-3а и УПА-4, не характерен для рядовых сельских поселений средневековой Руси. Также стоит учесть особенности исторического развития региона. Период, когда поселения закончили свое существование, совпадает с периодом постройки в начале XVI века Тульского Кремля на расстоянии всего 3 км от последней. Плотная застройка поселения по планеграфии роскопов и находке предметов вооружения, особенно арбалетных болтов, вы можете увидеть их справа в верхнем правом углу, не характерны для рядовых сельских поселений эпохи Средневековья. Дополняют это картины материалы, расположенные в 300 метрах к северо-западу от поселения УПА-4 и поселения УПА-3а. В одной из построек XV века, на последней УПА-3а, была найдена шестерня натяжного механизма арбалета. В левом верхнем углу аналогичная шестерня, полностью похожая, была найдена на Торахском археологическом комплексе, который вы видели рано. Видимо, данные памятники УПА-3а и УПА-4 представляли собой поселенческий комплекс особого статуса, который был связан с устройством переправы через УПУ или Мыто. Возможно, это поселение объясняет причины появления по соседству каменной крепости Тульского Кремля, построенной в 1520 году. Вероятно, это место было стратегически важным. По договорным грамотам второй половины XIV-XV века Тула служила объектом притязаний князей московских, лизанских и литовских. Возможно, поселения УПА-3а и УПА-4 были расположены на южной границе волости Тула, так как центр волости аргументированно связывает с городищем у деревни Торахова. Также стоит отметить находку позолоченной бусины к постройке 7 на поселении УПА-3а. Вот здесь на слайде ее нужно увидеть. Такая находка в совокупности с изложенными высшими факторами позволяет нам говорить в пользу нерядового статуса данного поселенческого комплекса. Об этом свидетельствует и плотная застройка поселения УПА-4, и находки предметов вооружения, особенно арбалетных болтов и шестерни натяжного механизма арбалета, нехрактерных для рядовых сельских поселений эпохи Средневековья. Наличие мыта в данном месте прекрасно объясняет большое количество нумизматических находок разного времени, обнаруженных на поселении УПА-3а и УПА-4. Сооружение поселений УПА-4 датировано концом 14-15 веков, УПА-3а – 15-м, началом 16-х. Но на поселении УПА-4 обнаружены несколько нумизматических находок более позднего времени. Видимо, это свидетельствует о том, что брод в данном месте существовал и после прекращения жизни на поселенческом комплексе. Вероятно, когда Тула потерял свое значение в качестве укрепленной пограничной крепости, необходимость наличия таможни в данном месте отпала. Также в 2015 году был выявлен поселенческий комплекс «Малая Стрекаловка», относящийся к тому же хронологическому периоду 14-15 веков. Памятник «Малая Стрекаловка» состоит из девяти объектов культурного наследия – одного городища и восьми селищ. Памятники отличаются хорошей сохранностью, так как расположены в черте тульских засек. То есть они расположены в лесу. В середине 16 века эта территория была исключена из хозяйственного оборота. Выявленные поселения относятся к периоду раннего Железного века и эпохи Средневековья. Средневековые материалы датируются второй половиной 14-го – началом 15-х веков. На данном поселенческом комплексе еще только предстоит провести полномасштабные археологические исследования. В ходе разведок Юрий Юрьевич Петровым под руководством Воронцова, Алексея Михайловича и Слирова и Евгения Васильевича обнаружен ряд находок, как совершенно типичных для средневековых поселений – ножи, подковы, удила, пряжки, замок, фрагменты косы, серпа и тому подобное. К сожалению, пока что эти находки находятся еще в обработке, поэтому здесь они не представлены. Так же были обнаружены находки, свидетельствующие также об особом статусе данного поселенческого комплекса – кузнечный горн и большое количество кузнечных инструментов. Особенно среди находок выделяются нашивные доспешные пластины. В левой части слайда. Все пластины имеют подпрямоугольную форму в близких пропорциях. Отличие в морфологии объясняется лишь различным расположением пластины-доспехи. Можно предположить, что пластины принадлежали одному доспешному комплексу. В пользу этого предположения говорит и то, что элементы пластинчатого нашивного доспеха были обнаружены на незначительном расстоянии друг от друга. Данный тип доспеха носили либо на поддоспешник, либо поверх кольчужной рубахи. Пластины располагались рядами, перекрывая друг друга на сантиметр, тем самым увеличивая защитные свойства доспешного комплекса. Подобное крепление пластины обеспечило значительную подвижность воину. Пластины были кованы и, скорее всего, имели особую закалку для придания повышенной твердости металлу. Технологический изгиб пластин помогал смягчить удар. Находки пластин нашивного доспеха уникальны для региона Верхнего Паучья и подчеркивают высокий социальный статус владельца. Также интересна другая нетипичная находка – это находка шестопера. Шестопер – это ударно-дробящее оружие, был найден в культурном слое конца XIV-начала XV веков. Пробивная сила шестопера превышает урон, наносимый обычными булавами. Ребра пластины обеспечивали рубящее действие, при этом шестопер не мог застрелять в пробитых доспехах, в отличие от топора, потому что был непривредлив к направлению удара. Шестопер являлся эффективным и статусным оружием. Также стоит отметить находку клада монет, обнаруженных на территории поселенического комплекса «Малая Стрекаловка». Слева представлена керамика, которая обнаружена на поселении «Малая Стрекаловка», замок и пряжка ремня. Исходя из всего комплекса находок с территории селищ 5 и 6 у деревни «Малая Стрекаловка» и аналогичных вещей, рассмотренные предметы вооружения и амуниции могут быть датированы второй половиной XIV-го, началом XV-х веков. Не противоречит это датировке и находке денег Великого княжества Рязанского, который относится ко времени правления Олега Ивановича и его сына Федора Ольговича. Археологический комплекс в деревне «Малая Стрекаловка» представляет собой поселенический комплекс особого статуса, который был связан с металлургическим производством. Археологическими исследованиями был выявлен полный цикл средневекового металлопроизводства. От добычи болотной руды и ее варки до изготовления готовых изделий. Основным родом занятий населения было изготовление товарного металла и готовых изделий на заказ административной власти, предположительно Великого княжества Рязанского. Наличие находок оружия различных категорий вместе с предметами амуниции указывает на возможное присутствие на территории поселенического комплекса в деревне «Малая Стрекаловка» представителей военно-дружинной знати, обеспечивающих безопасность металлургического центра, а также выполнявших административные функции. Таким образом, вышеперечисленные характеристики позволяют говорить об активном заселении территории Тульского региона в XIV-XV веках. В это время на этих территориях существует множество поселений, а город в районе современной деревни Торохова крупнейший из них являлся по всем признакам центром власти. В начале XVI века по политическим и военным соображениям Москва начинает строительство Тульского Кремля во слиянии рек Упы и Тулицы. С этим временем связано запустение Тороховского археологического комплекса и многих поселений в бассейне реки Тулицы и Упы. Стоит отметить, что причины переноса поселений вполне очевидны. Для строительства Кремля требовались большие людские ресурсы, да и после возведения Кремля стремление людей перебраться под защиту крепостных стен вполне понятно. В дальнейшем, в XVII веке, территория Тороховского археологического комплекса использовалась для строительства металлургических заводов на реке Тулицы, но это является темой отдельной лекции. Очевидно, что территория Тороховского археологического комплекса остро нуждается в дальнейшем археологическом изучении. Ведь раскопочными работами было исследовано менее 1% его территории. Так как письменных источников об истории нашего города до строительства Кремля крайне мало, а те, что есть, крайне скупы на исторические данные, то Тороховский археологический комплекс фактически является единственным и важнейшим источником информации о истории Тулы XIV-XVI веков. Невозможно рассматривать историю нашего города в отрыве от истории всего региона, поэтому не менее важным являются исследования других памятников со слоями XIV-XVI веков. Таких, например, как УПА-3А и УПА-4, Малость и Малость-Трекаловка. В заключение стоит отметить, несмотря на то, что данные памятники являются предметами культурного наследия и стоят на археологической охране, их территория продолжает варварски разграбляться черными копателями, которые наносят порой непоправимый ущерб культурному слою памятников, что порой делает невозможным адекватное археологическое исследование и свидетельствует об острой необходимости их исследования. На этом все. Всем спасибо за внимание.